Бисмилляю рахману рахиму, ассаламу алейкум, арахтумах, по поводу слухов о возможной смерти Тумсу Абдарахманова. Сегодня мы видим эту публикацию о движении Адат, и опираясь на эту публикацию, многие высказались в утвердительном ключе о смерти Тумсу Абдарахманова, что он вот умер, выразили свои соболезнования и так далее, и так далее, и так далее. Многие издания, многие там общественные деятели и так далее, но все опираются именно на публикацию движения Адат. Я не буду сейчас комментировать их публикацию, откуда у них доказательства, есть ли у них это есть или нет. Я надеюсь, что это неправда, не для того, чтобы как-то дискредитировать само движение Адат, а для того, чтобы верить в лучшее. Я скажу, почему я не писал вот все это время никаких соболезнований, и почему я сейчас не буду выражать как бы утвердительных соболезнований с полной уверенностью. Потому что по моей информации, по крайней мере, та, что у меня есть, это неправда. Я не могу опять-таки говорить, что мой источник вот сто процентов верный, а вот у кого-то сто процентов неверный. Но есть, кроме того, кроме той информации, которая говорит мне, что это неправда, да, тот источник. А сразу скажу, источник это не человек с улицы, это не человек где-то, который кто-то там, от кого-то там слышал и так далее. Я просто не могу, мне сказали не говорить. И те люди, которые заявляют о том, что это неправда, они говорят это с полной уверенностью и с таким легким тоном в разговоре. А эти люди не чужие, так сказать, Тунсу Абдурахманову. И поэтому я не могу с уверенностью утверждать, что он действительно погиб. Я надеюсь, что это неправда, что он жив, потому что мы видим Тунсу Абдурахманова каждый день практически, мы его слушаем. Где-то с ним соглашаемся, где-то не соглашаемся, где-то с ним спорим внутренне, где-то спорим публично. И этот человек мусульманин, это наш брат. И когда слышишь, что он погиб, ну это все-таки неприятно. Как минимум это неприятно, и поэтому ты идешь и проверяешь, и пытаешься как-то удостовериться в этой информации. И для себя лично я не нашел подтверждения тому, что он действительно погиб. Опять-таки, я сейчас не ставлю под сомнение авторитет движения АДЭТ, если у них есть какие-то источники, если есть какие-то доказательства. Ну, они известны только им. Они же говорят, что мы не можем об этом говорить. Но если не могут, значит, только они могут говорить это с утверждением. Я этого говорить не могу. Вот когда у нас будет подтверждение, вот тогда, иншаллах, и подтвердим также, согласимся с этим. Допустим, если это сделает Мухаммад Абдурахманов, брат Тумсу Абдурахманова и так далее. Вот тогда мы это как-то подтвердим и будем уже выражать свои соболезнования, иншаллах. А здесь есть еще и такие косвенные какие-то моменты, которые также подвергают сомнению это событие. Здесь говорится о том, вот Женя Адет говорит, что там группа лиц, кажется, они это сказали. Или это они сказали, или кто-то другой это написал. Ну, как-то информация идет, что группа лиц там чуть ли не расстреляла Тумсу Абдурахманова. В принципе, это возможно. Но почему об этом никто не пишет? Вот этого я не могу понять. Ведь СМИ европейские, они подхватывают каждую новость. У них есть свои источники в полиции, в правоохранительных структурах, в спецслужбах. У них есть эти источники. Но не могло это не выйти наружу, если это действительно произошло. Об этом должны были сказать, написать нам. Не знаю, если это было в Швеции, в Швеции. Если это было в Бельгии, то в Бельгии. Если это было в Германии, то в Германии. Если это было в поезде в каком-то, который едет из одной страны в другую страну. Так в этом поезде. Если это было в аэропорту, то в аэропорту. Но об этом бы написали. А мы не видим этого. И вот в чем проблема. А если и пишут, то пишут только сегодня. И пишут, ссылаясь на какие-то другие издания, которые в свою очередь ссылаются. Там, допустим, на российские издания, которые в свою очередь ссылаются на сегодняшнюю публикацию движения АДЭТ. Вот в чем дело. И поэтому я пока что несколько скептически к этому отношусь. Потому что, как я говорю, у меня у самого есть другая информация о том, что это неправда. Не просто, что мы не знаем точно, это неизвестно. Нет, мне говорят, что это вообще неправда. И, может быть, эти люди ошибаются. Я, опять-таки, не претендую на истину в последней инстанции. Но то, что мне говорят, что это неправда, это говорят уже на протяжении нескольких дней. И сегодня, опять-таки, это то же самое говорят. Нет, не знаю, но я надеюсь на то, что это неправда, что он жив. И здесь, как это объяснить? Возможно, поступила какая-то информация со стороны спецслужб, что готовится покушение, что нужно временно лечь на дно. Такое бывает. И тогда уже ближайших родственников и самого этого человека скрывают спецслужбы. Такое возможно и такое практикуется. Здесь еще есть один момент, когда, допустим, кого-то убили или было покушение. И, учитывая сегодняшний накал между спецслужбами Запада и спецслужбами России, учитывая, что идет война в Украине, любой адекватный человек прекрасно понимает, что если даже произошло это убийство в отношении Турцова-Дархманова, то это не единственная цель. И что другие общественные деятели, политические деятели, там, блогеры и так далее, тоже стоят, находятся под угрозой. Это понятно, это ежу понятно. И здесь еще один вопрос. Почему тогда ни один, ни одна из спецструктур, спецслужб Европы не связывается с другими общественными деятелями, политическими деятелями, там, сторонниками Ичкерии, противниками России, и не говорить им, слушайте, вот здесь произошло это и это, вы наверняка знаете, вам нужно лечь на дно. Вы будете в опасности. Да, у нас нет пока информации, что на вас тоже готовятся, но вы должны быть в курсе, что вас могут также в любой момент убить. И этого тоже нет, этого не было. Ко мне не приходили, там, я разговаривал с некоторыми нашими людьми, известными, очень известными. К ним тоже никто не приходил, не звонил по этому поводу. Очень много моментов. Журналисты об этом не говорят. Нет конкретных, вот, что вот здесь произошло убийство, там, и так далее. Тоже нет новостей. Я не знаю. Аллаху амам. Поэтому пока что я не склонен утверждать, что убийство действительно было. Я, наоборот, надеюсь, что его не было. Так как, ну, как я уже сказал, есть определенная информация. Кто бы это ни был, если этот человек борется против России, если он является мусульманином, если он посвятил часть своей жизни для этой борьбы, а мы знаем, что Тумсу Абдурахманов это сделал, Тумсу Абдурахманов в любом случае уже вошел в историю борьбы чеченского народа. И если это окажется правдой, естественно, это нас сильно опечалит. Но мы надеемся на лучшее, иншаллах. Пусть Всевышний Аллах убережет нашего брата Тумсу Абдурахманова, его родственников, его близких и других наших братьев, которые сегодня борются против этого зла. Сегодня у нас понедельник, 5 декабря 2022 год, 17.41 по Европе, 19.41 по Москве. С вами Белакиев Ислам. Субтитры создавал DimaTorzok выбора Катуху.